здравствуйте дамы и господа нас приветствует фабрика спидранов все еще первый дур четвертая гонка ну и да думаю пора как будто не звучало вскрывать ванваны и нас ждает вас ламит и зора туда-сюда так что давайте уже переключимся к ним спросим готовы ли они начинать это все здравствуйте уважаемые товарищи привет и так мы готовы начинать наверно только заранее нам эмулятор надо ресетнуть только подожди секунд десять до начала чтобы должна заставка начаться иначе иначе хитера ну как бы у меня есть таймеры ваши авто сплиттеры туда-сюда мне главное вам сказать что если вы готовы можете начинать и я готов я готов 321 относительно каких-то и начинайте желаю вам удачи а уже начинать погоди стоп ты так 321 потом еще о чем-то начал говорить давай ресет либо читай нормально и замолчи либо скажи все что хотел а потом уже отчитывай готовы нет я жду пока заставка начнется буквально несколько секунд можешь начинать читать я готов тоже 321 поехали здравствуйте здравствуйте я готова к прекрасным гоночкам нет как никогда вы противоречны другу ну ладно все жизни получилось сейчас это еще запятая зависит как никогда вот ими вот 321 я тебя услышал у кого где здесь не важно что вы хотите рассказать об этой игре вообще поздоровайтесь здравствуйте зрители здравствуйте базилия закат начинающий спидранер вот и все буду комментировать чипы дейвы вместе с товарищем лучшим лукич лукич недосон микоразиума здравствуйте так но господа раннеры уже на самом деле уже стартовали как я смотрю они начали уже ну скажем так начального уровня который называется задний двор по сюжету у нас говорят там надо найти пропавшего котеночка но мы как бы там в такую интригу влипаем что как бы из этого дерьма трудно еще выбраться тем временем уже я так смотрю минута двадцать минута тридцать прошла раннеры прошли первый этот уровень победив первого босса под названием 64 45 отлично так так вот победили они механическую щетку каждый каждый босс в этой игре умирает с пяти ударов Ну как, предмет, который вы в него бросаете Обычно это шарик Да, шарик, коробка Или то, что дропает босс Ну в этой части вроде никто ничего не дропает Нам просто бьет шарик и Предлагайся с ним как хочешь Да, комментаторы как-то попали в будущее Раньше того, кто стримит это Я не понимаю Наоборот, задержка наслаивается Мы вспоминаем немного ГДК экспириенс, когда На стриме Было меньше времени А у раннеров больше Комментаторов Бест оф файв, каракаш Этот раунд в принципе короткий А кто говорил про сплит-эпезуро Он ленивая задница И он не поменял стрим со своего лояута Так что я сейчас вижу даже его веб Но вам я ее отрезал Не ты один, не ты один Тем временем Наши раннеры проходят второй левел Он же зона B Это же кухня И один из раннеров Бастон Заметно впереди На самом деле Да, побеждает он Игрушечного Космического Корабль Метая в него просто шарик И корабль, из которого Выпадают инопланетяне Кухонный 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 Не знаю, поставьте себе задержку в мозг Чуть-чуть Ну хорошо Вот Мы Насколько задержка? На полный лот, да? 20 Так, 10 Хотя бы секунд 10 Потому что ты говоришь Ну он уже его убил А я такой Типа Так он Может еще На этом трогать Спойлеры Спойлеры В будущем Кому же не интересно Не интересно Как ты умрешь Ты должен сам это узнать Так что Мы должны поставить Немножечко задержку Как Ну, как мы это все Ничего нет, на самом деле Ну да ладно Ну, че можно сказать Если через влт Смотрит, что задержка Спокойно выставляется Мультитвич Кто-то забололил востлама? Я слышал какой-то пилик И это Какой-то алерт Только я не понимаю У кого Я, честно говоря, без звука смотрю Поэтому Same Но я звук вывожу Востлама Где он Если бы у меня был какой-то звук Вы бы его слышали Но У меня вообще Кроме Дискорда Ничего нет Да ладно Ну Вторая ситуация Как Уже Мы тут отлетились От темы спинрана Тем временем Уже идет Зона Ди Магазин игрушек И Ну Будущее Пока не предсказываю Угу Но там интересно Ну Ждет Что это Best of 5 То Не обязательно Рассказывать Все за первый ран Потому что Все время Можно отвлекаться На любые Околоспидранерские темы Потому что Это реально Может затянуться На Пять красивых гонок Да А тем временем Или две Менее красивые И еще больше Гонок Гонки Гонки На гонках Много гонок Без гонок Жизнь не та У тебя Что можно еще Откать Если В спидранерские темы Именно тут Хотя бы Нес игр Ну Мировой рекорд Как я помню 9 минут 50 секунд От раннера Энди Све Ну Свиден Как это Мини Аббревиатура Который В ранее Смог Застрять То ли В последней зоне То ли В предпоследних Коробках И в итоге Просто Две секунды Потеряние Такой Ааа Но И начинает Бить по столу Нет Это был рекорд Но Так такого Саб 9 50 Он не реобязал Ну Все равно На первом месте Так что Если к этой игре Очень хорошо Придорочиться К таймингам Ко всему Вообще Знать Когда Этот Не знаю Эта змея В шляпе Будет прыгать На тебя И когда Не будет прыгать Ты должен Все знать Потому что Именно Спидранер Нес игр Именно Задроченный Под Мышечную память Под То Как ты будешь Подстраиваться Под все Где ты будешь Савить Как ты это будешь Савить Ты должен все это знать Как Во всех ситуациях Потому что Так такового Рандома Как я понимаю Нету Ну На боссов Есть Ну там Иногда Можно встать Под какую-то Под какую-то Позицию Где ты можешь Швырять шарик Говоря В боссов Тем самым Убить его Все равно Для каждого Босса Тут надо Всего лишь Пять раз Швырнуть И этот шарик В них Но Это еще Надо Спеть Приноровиться Да Тем временем Уже Райнеры Проходят Зону G Это Казино Кстати Блокиш Как зовут Боссов Так В этой игре А то я не знаю Честно говоря Сначала была Механическая Щетка Потом был Космический Корабль На кухне После этого На зоне Ди был Игрушечный Робот Так На фабрике Игрушек Босса Не было Там надо было Просто пробежать А В казино Как раз Та зона Которую уже Райнеры Закончили Казино Скажем так Мы встречаем Главного босса Который у нас Будет в конце игры Это Толстопус Разве это он? Да Это он Это его Маленькая Какой это он тут? Но он сверху сидит Он не прям перед тобой Поэтому Как бы Перспектива не та Он какой-то мелочный Не знаю Получился Все зависит от перспективы И тем самым Когда мы проходим Зону G Мы переходим на Три последующие Зоны Это I H I I G Нам надо Все лишь Пробежать А там Уже Все Увидеть Подереть Не буду Спойнер Тезора Обра Надеюсь Я сказал Я сказал Довольно F F Чат Ради Тезора Ну если так посмотреть У каждого ранера Сейчас имеются Какие-то ошибки В ране Потому что Ну те же на подготовку Подается всего лишь Две недели Не ко всем Таймингам Не ко всем Дэмэдж Бустам Каким-то Другим Мелочным Моментом Которым Ты должен Убирать Неуязвимость Или Еще что-нибудь И ко всему Успеваешь Продерочиться Как бы Ну а вы Слежка Утимизирован Чтобы Хотя бы Близко К нему Подойти Ну вот Так же Примерно Игра Скажем так На 15 минут Спидрана Зашел В субботное время Поспидранил Немного Не знаю Работай Или еще Перед тем Куда ты там Пойдешь На весь день А потом Сиди Пинай Балду Думай Что тебе делать Весь День Или делай Как ножек Смотри Стримы Иди Курить И меняй Картриджи Странное Дело Почему-то В СНГ Предпочитают Ранить Именно Вторую часть ЧПД А первую Конечно Ранит Но не так сильно Может быть Какие-то Свои цели Либо Может быть Среди наших Там На первом ЧПД Есть Каспер Есть Волина Да Там Неверал Тоже есть Но Все-таки Со вторым ЧПД И сравнивать Тогда Наши Оккупировали Все первые места Может быть Всем таким Относительно Ретро Комьюнити Русские Завалились На это Второе Участие Такие Надо Надо Просто Больше Нестальгии Играла Потому что Первая Там вышла Не в год Их Ну мне кажется Вторая часть Как-то Более В России Распространена Более У нас Была И третья И четвертая От всего Основного Мира Часть Скажет По точному Таймингу Уже Идет Так-то Предпоследняя Зона У раннеров Или даже Это последняя Уже Я вот Сейчас А нет Это зал Это последняя Зона Уже Идет У раннеров То есть Они все Ближе И ближе К концу Игры Ну Серьезная Игра Короткая И Уже Ну Тут Много Руины Идет Потому что Отчасти Именно Последний Уровень Руинит Некоторые Отчасти Те же Топоры Потому что У них там Хитбокс Такой Что Ты уже Не подошел Ты уже Умер Уже Просто Гелетина Отекла Голову А также Везде Стреляющие Враги Некоторые Даже от первого Попадания Умерают Шляпой Со второго Да Местный Кун Лау Ну Вот Тоже Нормально Ну Все равно Даже с руинами У них Выходит Сам 12 Я удивлен Ну Потому что Не как Как минимум Одного Одного Да Как минимум Одного Блин Но самое странное Я смог настроить Чтобы сплиты Были синхронно Хоть вы сплитов Позора Не видите На экране Но Они Синхроннейшие Но при этом У меня с комментаторами Задержка Что Абсолютно Разное Да Как это сделать Красиво Я не понимаю Давайте все Соберемся В Украине И будем Снимить Фабрику Ну Надо приехать Сначала А ты Оформи нам Короче Билетики На завод Билетики Я могу Напечатать На типографию Все Нормально Тоже Как вариант А пока Если будет Спорный Атов Смотри Мара Если спорный Момент Как минимум Одного Одного То Спорный Одного Логич Фига И вот Тезура Они Синхронно Ну Пока Что Мы Можем Дать Одну Клапу Воссламу Потому Что Первая Игра За ним Ну Да Пойду С ними Поздороваюсь Как На стрельное Тезура Так Промлекнул Вот Ну Ну Че Ребятки Первый Раунд За Воссламом Ей Блет Сколько Раз Ты умер Тезура Много Слишком Много Я Три Где-то Столько Же Не Четыре Наверное Или это Так Я Умер На Корапле Я Умер У меня У меня Все Плохо Было Там Даже На Последнем Уровне На Платформинге Я На Крабах Умер И Где-то Еще Где-то Умер Самая Большая Смерть У меня На Крабах Была Блин На Крабах Да Там Отвратительный Уровень Согласен Ну Че Вы Готовы Плюс У меня Первый Уровень Был Отвратительный Тоже Готовьтесь К второму Раунду Наверное Я Ресет Мол Готов Через Секунд Десять Окей То же Самое Короче Как Отсчитаешь Я Готов Буду Уже Угу То есть Оба Готовы Да Тогда Погнали Отсчет Три Два Один И Поехали Ладно Оставим Посторонние Темы Уж Зачем Вы туда Общаетесь Спидраны Разные Наши Во время Спидранов Комментирования Спидрана Все Правильно А что Что-то Против Имеешь Нет Ну Вот Первый Ром взял На себя Товарищ Восстан Это Хорошо Тут Некоторые Моменты Видишь Что Каждый Раннер Реально В руине Ты не можешь Это обвесить А вроде Как-то Вообще Задержку Как-бы Вообще Очень сложно Это Подмечать Ну Если вообще Просто сказать То Типа Хоть раны Короткие Но Типа Наруинить Нем Можно Просто На каждом Сантиметре Тут Надо Идрить Как-то Именно Придорачиваться Для этого Если Говорить Типа Такую Вещь Типа Как Что Именно То Что Должно Получаться Именно Так Как Должно И Иначе Это Можно Скать Про Спидран Потому Что Где-то Не так Прыгнул Типа Все Где-то Не так Что Все Это Да Игры Будет Марат Я Включаю Через Секунд Чтобы Ото Над Властам Астезурием Так что Не переживай Звук Есть Только Я Промахался И вместо Через 40 Секунд Включил Через 50 Ты Стоишь Звук Нет А он Есть Прекрасно И тут Долж Включает Звук Из игры Хочу Рассказать Про Этих Врагов Которые На Этому Урок Не будут С кранами Я не сильно Рано Начал Говорить Ну В общем Говорите Я Пойду Типа На 2-3 Хорошо Они Так Забавно Стреляют Непонятно Чем И Выбегают Мне кажется Это Шампанское Они Открывают Во Слава Нам Что-то Тихо Стало Я Так Не хочу Итак Хамелеон Раз уж Начал Про Врагов Продолжим Хамелеоны Не знаю Является ли это Действительно Отсылкой Или нет Но Если верить Вики Про то Как Создавался Мультсериал Чип и Дейл Изначально Не было Никаких Бурндуков К протезипам Гайки Рокфора И Ужека Был Главный Герой В виде Мышонка Сэма Насколько Помню И Там еще Был некий Хамелеон Который Тоже Был в команде А в предыдущем Уровне Хамелеоны Принимали Внешность Чипа Ну или Дейл Смотря за кого Раннер Бежит Отсылочки Так И пока Мой Субкомментатор Отошел Я Сначала Убежусь Что там На стриме Происходит Насколько Отставания Ну Собственно Говоря Икрушечная Фабрика Уровень Не то Что Сложный Тут Действительно Нету Никих Очень Непонятных Пропастей Кроме Этих Куда Можно Сверзаться И потерять Очень Очень Много Время Да Коробки С Как они Называются Ну В общем Коробки С клоунами Преграждают Путь Но Все-таки От них Можно Демод Запуститься Ну Получить Демод Что Насколько Помню В прошлый Раз Также Тезура Подошел К боссу Пораньше Но К сожалению Из-за Нелепой Смерти Тезура В итоге Откинул Назад Так Опять-таки У Тезура Небольшие Проблемы Нелепой Смерти Но Что поделось Игра Такая Игра Не прощает В итоге Вослом Замечательно Рвется Вперед Ко второй Победе Как говорится Победа Победа Вместо Обеда А в нашем Суча Уже И ужин Да Так что Возможно У нас Будет И 2-0 И 3-0 Но на самом деле Не хотелось бы Хочется увидеть Хорошую Такую борьбу На последних Долях Секунды Чтобы Фотофиниш Только Распознал Победителя Если так Представить Этот Фотофиниш Только мы Сейчас Сможем Видеть Наши Зрители Так сказать Задержка Хорошая Сколько там 10 20 Да ладно Я дня на скомене Задержкой в 48 секунд Мозг Со временем Привыкает Просто По таймеру Смотришь А Ну да А вам совет Если вы Типа Чё-то Постите Набирайте Комментатора Получай Сказать Некуда Будет Сбедать И не Нажирайтесь Перед раном Как это сделал Только что Ты У меня вообще Праздник не Можно Какой у тебя Праздник День украинского Казарства Поздравляем Здорово У меня завтра Выходной Я-то думаю Чё у меня Снег пошёл Сегодня в городе У меня фейерверки Фигарят За окном Поэтому я Мутился Последние Три минуты Потому что Эти звуки Настолько Элистичные Что мне хочется Найти пальму И там Гука найти А вдруг Ты его найдёшь Не А вот непонятно Почему Тур Боже Вы видели Сейчас вебку А Комментаторы Видят Но я в культузна Почти не видели Я без звука Смотрю Поэтому Даже не обращаю Внимание Хотя Учитывая Что-то Затяжка Весон Клавиатуру Обнял Потому что Он Сейчас Боссфайт С Толстопузом На Казино Что-то Жёстко Проруинил Потому что Толстопуз Как-то Зажал Его Там Где Ну Не думал По идее Наверное Это скорее Факап Тазора Конечно Там было Что-то Совсем Неприятно Это серьёзно Это тоже Даже и смешно Потому что Он просто Должен Придел Мяч Вер Кидать Он Почему-то Кидает В другую Сторон И не успевает Ловить Смысл Он кидал В другую Сторон Потому что Как бы Ни врагов Ничего Те Надо Только Перв Кидать Ну Какой-то Факап Жура Ладно Вы увидите Что он Остановился На секунды Как бы Хзы Вот Да Фак Но Как мы Можем Увидеть Как бы Ну Относительно Плюс-минус Раннера Идут Прям На равных Как бы Хотя бы Пути Отставания У них Секунд Пять Даже Да Даже побольше На самом деле Секунд Пятнадцать Я бы сказал Они Хотя бы Вот Как раз В эти секунды Пятнадцать Еще Как-то На одном По одной В одной зоне Идут Можно сказать Ну Одна смерть Как бы Все решит В любом случае Но Умирать Лучше не надо Потому что Не спидра Несколько Это дело Умирать Кстати Кто может Мне объяснить Почему Когда ты берешь Джига То Тебя так Колбасит И вообще Неуязвимость И уже Греческие Атакуют Всех Вокруг То Что называется Героя Которого Нет Медали Кстати Мне не нравится Как в этой Игре Реализована Авторстепенный Персонаж Точнее Их Расцветка Ракфор Какой-то Ну такой Гаечка Не такая Вжиг Вжиг Тот же Не Оригинальные Расцветки Это все 8 бит Ну Не скажи Во второй части Мне кажется Там получше В этом плане Ну значит Разрабы Постарались В этом плане Капком Что францерна Капком Были куплены Все права А то что все-таки Чипи Дэйл Это чья Дисней Дисней Да Ну они В свое время С правами Жопили на игры Прям ух Особенно Территорию Японии Потому что Типа Идите Своё аниме Снимайте Зачем нам Это Ну Хотя С другой стороны Тогда бы Не назвать Чипи Дэйл Наверное Все-таки Или так Это Опечатка Хитрая Название На самом деле Может по-японски Называть Не Чипи Дэйл А типа Два Брундуха Спасателя Которые Была сюда Это между прочим Очень хорошо Да Согласен С Булкичем Вы увидите Господа Зрители Обязательно Хотел Я тут сказать Насчет аниме Но как бы Вот в Японии Не было Такого слова Мульчин Под значением Ну да Это анимейшн Значит мы все Анимешники Ой Так кто в детстве Сакрыловец карт Не смотрел Или Дегенона Или покемона Тем более Вот Все мы значит Анимешники Тем более В любом случае Аниме Начало свое Как бы так сказать Стилистическое Саб 11 Да Саб 11 Да да Саб 11 Хайп 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 Чуваки Вчастие Давайте Это ПБ Во время гонки Ребята Причем Саб 11 Причем Это Саб Каспер Еще Так что Выкусим Вроде как У вас там Был ПБ 11 0 9 Как я помню Где-то так Да Но я Если вот Если вот Саблетан Посмотреть Когда он Обновит их То можно будет Глянуть Какое ПБ Было 11 17 А А у вас Я смотрел Последний Его стрим Просто там Было 11 0 9 Я просто На тезу Рассмотрел В этот момент Поэтому Я туплю Сорян Пойду Поздравлю Человека Пока Посидите Пообщайтесь Саб 11 Вау 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 Вырубай Читы Привет Я сейчас Такой довольный Такой довольный Ну да Саб 11 Во время гонки Ну ты вообще Зверь Ну так Я тупо Ты 30 секунд Всрал На казино Кошки Охуенные Да Слизу Вообще Были Чуть У меня Вот На Третий Четвертый Пятый Уровень У меня Плюс 10 Секунд Потом У меня Голд Минус 6 Голд Минус 11 И Последний 15 Вылечил А Блин Я себя Слышу А Фух Ресетую Таймер Давай Да Готовьтесь Да Секунду Все это дело Засейвить Таймер Так Игра Нашим спонсором Ревняется Никто У нас нет спонсоров Стань нашим спонсором А Пардон Можно Можно Ресет попростить Что ты Нужно Я нечаянно Запустил Мод Для двух Гороков Как можно догадаться Я его не пройду Это не та категория Которую мы раним Скажите Когда будете готовы Готов Зур Готов Готов Я готов Мне неудобно микрофрон Включать А Окей Ну тогда Три Два Один Погнали Какая область Поймал Какая область Сибирь Русская С большой Сибири Так сказать Ну Если так Посмотреть Это прям Че-то Тузура Не собрался Тузуру Надо немного Подтопить Чтобы он взял И смог Хотя бы Выиграть Одну Гонку Или Васлому Шепнуть на ушко Чтобы он Немного Дал шанс Тузура Да Васлама Васлама Остановись На секундочку Желательно На все 50 Дошик А ты сказал Вот этим Спидрунером То же самое Что ты говорил Мне Агману Чтобы один Офнился Да Без этого Никак Ну получается Либо в дискорде Либо что-то еще Не важно Главное Что типа На фон Должен быть Какой-то звук Игры Потому что Тут Приятно А при этом Если они себя в дискорде Друг с другом Общаются То типа Я все равно Буду слышать На стриме Как они общаются Это будет мешать Комендаторам Которые В основном К счастью У меня были Постоянно в наличии Блин Если честно Говорите В фабрике То вот Я уже жду Второй тур По секрету Всему свету Просто я ожидаю Второй тур Плейки тур Финалы Просто потому что Я знаю Какие там Неслили А подожди А сейчас У нас же Почти все пробежали Да По первому Туру Нет У нас Это четвертая Равная из восьми Первого Тура Но Мы закончили В конце октября То есть Двадцать седьмой Двадцать восьмой Это конец Первого тура Это Не буду говорить Кто Узнаете Следите за нашим Дискордом За нашим Твиттером За нашим Всем Ожидайте Я щас Почтуется Сперечь Десятка Да Завтра У нас еще Ожидается Как достать Соседа Ех Потом Еще Два Спидрана В одни Выходные Следующие И Двадцать седьмой Двадцать восьмой Ожидается Последняя Гонка Первого тура Так что Ожидайте Будет весело Подходить Я только хотел Это сказать Но я что-то Это замешкался Не забывайте Что Да Что да И возможно После первого тура Будет Некоторый Анонс Внутри фабрики Если он приживется То этот анонс Будет Ньюз И тогда Это будет Ух Плюсы Фабрики Такие Что Ух Кстати Донати Никто Не запрещает Типа Добавлять Еще чуть-чуть Фонда Работяг Типа Они будут Думаю Против Мы за марафон Собрали Конечно Десять тысяч Что я В принципе Очень рад Это очень Хорошее число Чтобы делить Между людьми Но Никто не против Дополнительных донатов У меня есть Калькулятор Я могу Почитать Заново Работягам Нужен хлеб А для того Чтобы купить хлеб Нужно его Первое Либо украсть Либо купить Лучше Купить Поэтому Донати Потому что Работягам Спидранеры Не умеют Скипать Тюрьму Лайдлайд Отлично Тюрьма Процент Тюрьма Процент Слем Адлилим И вся Классика Не, ну Можно Конечно Для такого Стать Каменщиком Который Будет Работать Три Дня Без Зарплаты И После Этого Своим Накаченым Телом Ты Идешь Воровать Хлеб Галариков В хлебных Ларьках А потом У тебя Наезжает Танк Ну Одно из двух Тоже Как вариант Боже Вот этот Начальный Этот Клоун В начале Уровня Где-то Зура Сейчас У меня Механическая Щетка Такая Ужасная Фигня Тебя 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 Тебе Черт Из табакерки По-русски Точно Получается Я столько Видел Что Раннеры Я Типа Смотрел Другие Раны Просто Чок Смотрел Смотрел Ну Next It's Some Power Ха Ам Майкл Джорк Стоп It's Сидранеры К сожалению URL Не могут Использовать Все баги Которые Используют В игре К сожалению Не все Найдено Так сказать Чё Поэтому Так Кто найдет ОБ Кто найдет ОБ От меня Кларикул Типа Лично Поставлюсь Ну Или Хотя бы оба другую жизнь категории надо менять это бизнес это не как не если оба клайку то могу посмотреть почек бомжей который за небольшую плату могу сгонять не симпатичны и всякое оба красиво ну блин в душе красиво и красиво и если она полезная у меня в сталкере полезно его бы только одно все остальное это бесконечное падение оба 1 и бесконечных падения вечно наблюдаю в дмц когда я пытаюсь нормально заспеграниц оффлайн а вот конечно хорошей идеей на потратить больше финансов типа и для any процента нам финансы нужны работа с детства единый завод на завод это прекрасно наша фабрика спидранов еще лучше так что если когда-то кто-то захочет сделать третью фабрику это в принципе морская оригинальная фабрика потому что первая фабрика ужасный бета-тест которым альфа альфа у меня был намного раньше чем я до сих пор знаешь частой фабрики мэйдмэн это был крупный ивент который возможно будет перед полуфиналами финалами которые тоже устроен по какой-то мем на игре из нашего сообщества на там еще посмотрим то есть я же говорю я не зря месяц сидел типа и разбирал план и чем можно сделать чем можно предложить чтобы этот фабрика получилось в итоге красиво к 3 езда приводит рейд компания конечно рейды приходит когда идет третий трайвит из урала не все слишком хорошо и боюсь это гонка будет последний если так пойдет конечно рассказать как можно больше про эту игру пока есть но лично мне очень досадно что мы не увидим и по ну почти что половина урона в этой игре они остались за кадром уф так ну что-то и я и я так смотрю на этот на эту гонку не больно за тизура как так можно дать об этом хорош видимо не настолько умеет платформинге и в какой какие-то недо хитбокс и убеждать в гонках может просто волнение хотя кто знает волнение хотя я просто вот волнение вспоминаю на даши путешественницы я просто палец дернулся на рис на рис от таймера но и дальше сижу ранее нормально я к сожалению не смотрел и но запись смотрю там мем их тюжуру тюжуру что ж такое это это гонки выходят на меку как понимаю во второй тур это же можно говорить не то что было можно но просто может быть сетка 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 ну да только нам против нет вне сад было вроде к что именно что именно сетка нет она была только от фабрики и вновь в моде да потому что мне до сих пор линию красиво сделать а показывать это сделанное точнее скачаные pdf-ка а потом пейнки чуть-чуть доделано и кстати надо залить на маран винда который к сожалению с нашим паблики такие не поеду не попрыгав в ней а замуровинда на вен стагами да и еще сам не разобрался я привык что комьюнити всегда висели ну может там тебя надо будет добавить быстро прохождения гонки предельно быстрое прохождение подпадом игре без парков или не уме умеете даже тегов нет ну по крайней мере я у него не видел у него были на один момент там было написано предельно быстро и прохождению а да да то мы вас лом с в чате слышим напиши в чате ты спойлерич кстати у нас реально тепло стак стоп первая гонка это было что собакер правильно это был у нас 3-0 спор это был очень непонятный от смеха ну если у вас есть счет что-то сказать товарищи комментаторы говорите сейчас ну наверное хочется поздравить вас лома колокна с победой уверены пожелать из ура следующей фабрики спидранов если он конечно будет прямо счастье да в общем желаем побед свершений не только на фабрике но и вообще это были комментаторы базилия закат и булки возможно они вернутся еще на какой-то ранг нам так что я хотел сказать мы сейчас перемещаемся к раннером один уже ушел деньгане его привет вас план не знаю я не знаю как это получилось тазура сдался да это все таки 3-0 вышло но я зачитаю то что тазура сказал я даже говорить не хочу цитра на более спасибо что смотрели с того что ни разу не пугал даже быстро ничего конградс на саб-11 ну блин все равно тазура молодец реально типа я бы даже близко не но я на самом деле сильно удивлен тем что мне так сильно фортанул и поставить два раза саб-11 я с честно говоря не рассчитывал поддержите чат чуть-чуть тазура типа слегка расстроен но но как я говорил уже неоднократно ожидайте анонсов это не конец этого туда-сюда я знаю это чувство я помню тотал вердоз на марафоне блин когда меня убил в конце чертов поезд такого никогда не было я думаю такого ни с кем никогда не было а я поймал вот этот момент такая такая неудача дошка захватит тазуров чат voice с возвращением все все пошло совсем плохо я так понимаю да ну смерть на казино два рана из трех как бы все можно даже не разговаривать уже умирать на самом легком уровне броня это как бы дважды умер на уровне с шарами ни одного квиккил а по моему все три рана я умер на роботе короче блять даже не рядом я типа печально ну все равно задам типичные вопросы сначала наверное тазурию типа как тебе вообще именно этот спиран то что сейчас результат а вообще в общем что ты считаешь чпд или ты дальше хороший ран исключительно на твоих ошибках все держится но типа я вообще хз я хз чё пошло не так это наверное худшие три рана которые я выдавал за последние три дня тупо три подряд васслан видел васслан видимо выдал два лучших своих да 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 даже не разу не близко и один ран второй по моему по моему я шел близко к по б и потом ей наб straight в казино умер все это мне реально даже как бы говорить ни о чем не хочется потому что как бы точно ты охотовался и как бы все было нормально, и хуй. Ну, у тебя хотя бы по технической части все было хорошо. Потому что, кроме того, что, например, у Харяка ничего не работало в броне скипов, у него еще постоянно эта экилепсия вылезала туда-сюда, так это вообще было ужасно. Что скажешь о фабрике, типа, о других ранах, о тех ранах, которые ты знаешь, что ожидаются, но пока ты еще не... Я все еще не посмотрел ни один, я хотел посмотреть все, у меня просто пока не было времени. На этой неделе я вон сам готовился. Ну, понятно. Ну, этот, скорее всего, как я говорил, уже несколько раз не конец, мы тебе еще притащим. Так что да, марафон лак бывает. И вернешься ты рекордатор к этой игре, типа, будешь ее на какие-то там недомарафоны там кидать. Подавать я ее точно никуда не буду, потому что это смешно подавать с временем, не имея САП-10 подавать эту игру. САП-11 возьму, да, больше вряд ли. Потому что у меня сам офбест, один там что-то 10-45 или типа того, еще трех голдов у меня нет, которые я умею делать. У меня есть голд, который я умею делать на Б, на А и на Джей. То есть я квик-киллы все умею делать. Ну и уровень ИД с топорами я тоже умею, но у меня... В последнем ране у меня ХП не было, чтобы я даже не стал пытаться топоры делать. В первом ране у меня... Вроде... В ком-то ране я один топор даже скипнул, по-моему. Вот. Но два топора у меня ни разу не получилось. И... Вот. Как-то так. С гусеницей все было плохо. Ну как? С гусеницей все было более-менее, на самом деле. Отвратительный был самолетик во втором ране, по-моему. Не помню. Когда я там пропустил все это, в итоге за 4 цикла его убил. Или типа того. Так. Ну... Спасибо за... Те же самые вопросы я задаю, в принципе, в Асламу. Что думаешь о Чипе и Дейле? Не. Ну, мне игра нравится. Я... Человек старой платформерной закалки. Чипе и Дейла у меня в детстве не было, конечно. Но... Я его много видел. Много смотрел. Но как бы когда я первый раз сел его попробовать пройти, я не смог. Сидел такой, господи, как вообще в это играть? Потом научился вот это вот хватание коробочки прыжком. Вот эти все дела. Очень... Очень техничный такой платформер. Прям... Сколько там? 11 минут отборного платформинга на таймингах. Хороший. Собирается, если его еще собираетесь. Да. 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 Я хочу. Я... Ну, есть у меня такое желание. Небольшое. Надо... Ну, вот Каспера побил. Теперь надо Эйнджел Андеда побить. А какой у него выбрать? Где-то 10-30, по-моему, надо поставить. Ооо. Вот так. Тогда это уже будет хороший результат. Ну, может быть, еще не Урала. Ну, там... Еще чуть повыше на несколько секунд. Да. Если дотянусь, будет хорошо. Буду считать, что я игру прошел. Что скажешь вообще о фабрике на текущий момент и то, что ты видел? Не, фабрика нравится. Вот. Несмотря на все технические проблемы, я... Я, к сожалению, не досмотрел Дашу-путешественницу. Но я посмотрел с ботера. Я пережил спор. Да, спор надо было пережить. Его еще и так делать. А потом уже... Блин, спор, конечно, в плане того, что там происходило, это как состязание парашек говна. Двух поломанных. Вот. А в плане как развлекательного контента, это замечательная штука. Всем рекомендую. Только сначала убедитесь, что у вас нет аптеллиптических приступов от видеоряда. И тогда все будет хорошо. А то терять спидранеров и почти спидранеров просто от просмотра видосика, это будет больно. Ну, что... Перед просмотром проконсультируйтесь со специалистом. Да. Ну что, спасибо, ребята, за участие. Следующая гонка у нас завтра в 3 часа дня, как достается в сетах, HiveMind и товарищ WhiteLight. Так что приходите завтра. Будем всем рады. Можете, в принципе, еще, если сейчас есть какие-то маленькие вопросы, попробовать позадавать. Там будет еще пару минут, а потом тогда мы попрощаемся. И на сегодня все. HiveMind, видимо, не очень рад. Ну, Восслав, еще неизвестно какая игра вам достанется, чтобы прямо так уж говорить. Ну, я, честно говоря. Мега-поехавший человек. Ну, он же не человек. Он сколько там? 1.16? 1.18, а потом вдруг 1.16. Я сидел на этом ранее, просто он под конец ранов на 18-й миссии, когда в босс рашен просто говорит, ни одного сообщения в чат, никуда, ни слова, вообще, заткнитесь. Потому что он с 18-й миссии уже точно знает, какое лучшее время он может выбить, потому что это, в принципе, практически автосколлер с рандом на боссе, там, с лягушкой и хидной. Все остальное чисто скиллы и память. Ну, я думаю, он просто сидит такой, и у него, как в Dragon Ball Z, короче, загораются волосы сначала одним цветом, потом другим. Когда он приближается к своему ПБ. Ох, ох, ладно. Ну да, все зависит от игры, конечно. Так что это? С выбором не налажай. Дальше будет посложнее с выбором, потому что, я говорю, этот койн-эс приятный. В принципе, GDK appropriate block, кроме некоторого говна, который мне зуб добавил, типа, по списку. Но второй, третий, четвертый тур, это, блин, ух, по играм просто. Я просто, я не знаю, что будет на финалах. Я серьезно не знаю. Ну, так и должно быть, наверное. Там игры, что, я не знаю, я, наверное, людям могу и месяц дать учить. Потому что, как бы, сложно. Хотя, смотря, что выберут, типа. Ну, а, как я вижу, в чате особо вопросов не было. Попоклапайте напоследок вас ламу в чате. Спасибо за то, что были с нами. И до встречи завтра в 3 часа дня. У меня выходной, поэтому я могу постремить у тех двух прекрасных людей, которых очень сложно словить с субборным временем. Так что, прощайте. Субтитры сделал DimaTorzok